Смерть Алексея Навального. Как вы считаете, гибель политика целенаправленно приблизили? Или это итог вот такого обращения тюремного содержания последних лет? Да, это пыточные условия трех лет, но мы видели Навального за день до убийства, его поведение в суде. Он был энергичен, остроумен, в любом случае ничего не предвещало его гибели. Вы знаете, вот вы напомнили нам череду убийств, а вот давайте вспомним, какова была совершенно стандартная реакция власти, особенно ее пропагандистской машины на все эти убийства, которые повторяются сейчас. Но я же помню все это. Смерть Политковской нам была невыгодна, она принесла нам только вреда. Тогда там сам Путин высказался, вот эта его чудовищная фраза была. Примерно так он сказал. Смерть этой незначительной журналистки принесла нам больше вреда, чем вся ее критика и вся ее, в общем, как ему казалось, никчемная жизнь. Но вот эта пропаганда, этот тезис, он отказывается понимать психологию серийных убийц. Давайте немножко отступим в сторону этих политических убийств, а посмотрим на практику серийных маньяков. Ведь они всегда стараются придать публичность своим преступлениям. Все истории, начиная с лондонского потрошителя, они же характерны тем, что эти маньяки выставляют свое убийство на показ, оставляют свой характерный почерк. Вот для удовольствия убийство испытывают не только от лишения жизни, от садистских мучений жертвы, но и от вызова общества. Вот я убил, вы это знаете, и вы мне ничего не сделаете. Вот Путин, это серийный маньяк, достаточно вот тех примеров, которые мы только что бы нам напомнили. И он выбрал как раз тот момент, когда ему очень хочется бросить с Запада вот этот тезис, что вот да, я убиваю, я совершаю чудовищные преступления в Украине, вы мне ничего не сделаете. Потому что именно сейчас, ну мы, наверное, этого коснемся в нашей беседе, политический момент в истории всего Запада. Он должен решить, как он реагирует на преступления Путина, на его войну, на агрессию, на войну, объявленную во всему Западу. Или это, вот по существу в Америке сейчас много говорится о соперничестве двух партий, демократической и республиканской, но водораздел по центральному вопросу отношения к агрессии России проходит и через каждую партию. По существу в Америке сейчас две партии. Партия капитуляции и партия победы. И вот решающая схватка происходит буквально на наших глазах сейчас. Что творится? Больше четыре почти месяца блокируются трампистами вопрос о помощи Украине. Но это приега на стороне Путина, что подчеркивается визитом посланника Трампа Карлсона к Путину. И сейчас должна лишиться судьба не только Украины, но и всего мира. Ведь Украина защищает Запад и Соединенные Штаты. И Путин избрал этот момент, чтобы торжественно подчеркнуть свою неуязвимость и беспомощность Западу. Бросил ему в лицо этот последний аргумент. Мне кажется, по реакции в последние дни, мне кажется, что он все-таки ошибся. Что именно это преступление как-то воздействовало не в его пользу на те дебаты, которые сейчас идут на Западе. Понимаете, работает клиповое сознание в наш век. В Украине погибло... Ну, если число жертв, оно спорно по разным источникам. Но я назову бесспорную цифру. Поменьше, менее половины, полмиллиона человек убито. Если считать жертвы со стороны иерусской, и украинской. Ведь иерусские погибшие в этой бессмысленной войне тоже жертвы Путина. Путин убил ради своих геополитических амбиций, личных амбиций полмиллиона людей. И дискуссия о степени противостояния ему. Или, может быть, давайте все-таки как-то умиротворим Путина. Или, пусть мы капитулируем перед ним. Все еще продолжается на Западе. А вот убийство одного человека демонстративное. Оно может стать вот той каплей, которая перевесит. Вот в тех спорах, которые сейчас идут на Западе. Ну, действительно, не случайно эксперты говорят, что смерть Навального случилась именно в первый день Мюнхенской конференции. Кремль специально это подстроил, так утверждают политологи. Ну, а первый шаг, первой реакции Европы и Запада разве не должны стать послания Путину о том, что они не признают эти псевдовыборы и их результаты? Вы знаете, да, скорее всего, это будет так. Но самым мы же сейчас видим, что творится. Два события сейчас оказало воздействие на американское и европейское общественное мнение. Это еще одно чудовищное преступление Путина. И это изменение положения на фронте в Украине. Это вооруженные силы вынуждены были оставить Авдеевку. И мы слышим сейчас на самом высоком уровне в Соединенных Штатах. Вот на меня большое впечатление произвело выступление адмирала Кирби. И, кстати, это очень важная сейчас фигура внутри американской администрации. Он не случайный. Он был, вы помните, профессионал Пентагона. И он всегда, всегда его заявления отличались больше симпатии, больше готовности помочь Украине. Он в той внутренней громадной борьбе двухлетней внутри администрации, где, с одной стороны, были Блинкин и Остин, чья задача была, чья концепция была, Украина должна держать победу. И вот капитулянты, по существу, Бернс и Селиван, которые были беспокойны, как бы Украина, не дай бог, не нанесла решительное поражение Украине и России. Кирби был на стороне Блинкина и Остин, а сейчас он занимает очень важную позицию. Его перевели сначала, он был почти споксман, представителем по прессе Совета национальной безопасности. А сейчас его повысили до координатора этого СССР. То есть, посуществовал он в какой-то степени в общественном пространстве и, видимо, в принятии решений заменил или послал в тень главного противника победы на Украине, это помощника национальной безопасности Соливана. И вот эта новая тройка, теперь Кирби, Блинкин и Остин, она доминирует в Соединенных Штатах. И вот те бумажки, что такое Байден? Коллективный Байден – это те тексты, которые на картонках, которых он читает, пишут ему чиновники. Сейчас ему пишут в том числе и Кирби. И вот эти формулировки Кирби были просто беспощадны, что мы виноваты в том, что Украина оставила Авдеевку. У них нет элементарного, нет не то, что даже высоких технологий. Мы не даем ни только самолеты, ни надобойные ракеты. Не хватает артиллерии, не хватает снарядов. История не простит нам, если мы будем продолжать такое поведение. И по существу такие же мотивы, почти такими же словами в последнее время говорит и президент Байден. Не менее жесткие были поступления всех европейских лидеров на Мюнхенской конференции. Но я сейчас хочу повторить самое главное, что мне кажется. Сейчас единственная санкция, которая может поделиться на России, это поставки оружия совершенно другого характера. Массированные поставки оружия и, прежде всего, самолетов. Ведь есть в этой войне, есть так называемый, используя термин, классика военной теории, это цен тяжести. Это цен тяжести Крымский полостов, конечно. И вот та ситуация патовая, которая возникла на линии соприкосновения, которая характеризует такой длительный характер войны, позиционный, она совершенно иная на Кремском полуострове. Там Украина даже почти голыми руками, без флота, без авиации, одерживает крупные победы. Выгнала по существу Черномарский флот из Севастополя, наносит серьезные удары. Так вот, поставка достаточного количества самолетов, Ф-16, не 20-30, а 200, например. Мы знаем, что на складах НАТО имеется 6000, 6000 самолетов, Ф-16. Поставка дальнобойных ракет, нам сейчас дают дальность 200 километров, а есть ракеты, нужны 300 километров. Но, наконец, элементарно, оказывается, что Северная Корея лучше справляется с поставкой снарядов российской армии, чем весь блок НАТО в Украине. Это позорные, позорные вещи. И, в общем, в таких формулировках сейчас мы слышим от руководства американской администрации. Но я бы уточнил, что, конечно, ответственность за эту четыремесячную паузу в помощи на Трампе, Трамп, откровенный враг Украины. Но нельзя не сказать, не забыть о том, что администрация Байдена, она же тормозила два года. Мы продолжаем, еще раз повторяю, продолжалась эта упорная борьба между двумя группами внутри администрации Байдена. Да, сейчас группа сторонников Украины победила. Но, во-первых, за эти два года это громадная цена, цена громадных потей украинской армии. Давайте поставим простой мысленный эксперимент. Вот мы помним, с каким трудом пробивались каждый новый шаг в вооружениях. Хаймерсы, Петлиотс, Эбрамс, наконец, вопрос с самолетами. А предположим, что то оружие, которое сейчас есть у Украины, дали, в конце концов, долгих колебаний, было бы летом 22-го года, во время Харьковского и Херсонского наступления украинской армии. Тогда бы решился вопрос, тогда бы это наступление привело к разгрому российской армии. Сейчас это еще не поздно. Если вот это оружие, необходимое для победы на Крымском полуострове, будет предоставлено, то сценарий, все военные эксперты считают, что этот сценарий вполне реалистичен. Изгнание, уничтожение Крымского моста и изгнание оккупантов с Крымского полуострова. Это не только военное значение, потому что все снабжение, снабжение всей группировки идет через Крым, но это громадный психологический и политический удар по путинской России. Я уверен, что изгнание врага с Крымского полуострова решит исход войны. Состояние в Москве тоже очень сложное. Мы видим, полгода назад Путин был на грани военного переворота. Сейчас растет, растет движение матерей и жен мобилизованных, оно становится все более акцентированным и антивоенным. Посмотрим, какая будет реакция на на гибель Навального. Ведь одна из причин, по которым они издевательски не выдают тело Навального, это не только скрытие следы пыток или, скорее всего, химическое убийство 16 февраля, но они задают вопрос себе, как бы будут похороны Навального, а сколько людей придет в Москву на похороны Навального. Я прекрасно понимаю, что Навальный не самая популярная фигура в Украине и это понятно, почему его позиция она долго формировалась. Ну, он прошел очень сложный путь. Он начинал вообще-то как такой имперский националист. Но его реакция на войну в Грузии вообще была ужасной. но он изменялся и рос и его поведение в Чурмле это действительно героизм. Героизм и его героическая смерть она он сознательно шел к ней и уверен, чтобы нанести вот тот удар Путину, который сейчас сказался. И на это точно на исходе вот той битвы умов на Западе о противостоянии Путина, о целях этой войны и я не могу сказать это точно мы будем смотреть внимательно он может сказаться и на росте протестных настроений и решительности протестантов в России тоже. Ну действительно нет сомнений что большая панихида по Навальному была бы если мы видим как сейчас люди к мемориалам таким импровизированным мемориалам несут и цветы и так далее но в контексте Навального через три дня после его смерти в колонии Путин повысил звание замдиректора в СИН Бояренева до генерал-полковника и наградил еще четырех чиновников СИНа это он так поощрил их за хорошую операцию и не найдут ли потом этих товарищей мертвыми как это бывало уже не раз ну я бы предпочел чтобы их нашли мертвыми после приговора суда уже в новой России но это уже детали но это поведение Путина как раз проявление проявление той доминанта доминанта садиста маньяка которого очень важно не только мучение жертвы не только само преступление а его публичность и безнаказанность и он еще раз еще он 10 раз сказал мне да это каждому своему решению о повышении офицера Путина он еще раз с удовольствием подтверждает да это я убил и ничего вы мне не сделаете или как его по подобному поводу его представитель в ООН уже анекдотичный небес а вы все равно ничего не докажете да к сожалению они вот такими фактами апеллируют что просто ничего не докажете но уже есть реакция европейцев британцы ввели санкции против руководителей колонии где умер Навальный счета заморозили запретили въезд в страну для начальника еще пяти его замов как думаете они сильно пострадают от этих ограничений и стоит ли ждать более серьезных санкций от ЕС или США именно касательно виновных в смерти Навального ну виновной смерти Навального он известен всему миру и это жена Навального об этом сказала ну санкции в отношении этих начальника колонии это просто смехотворно я бы сказал если этим организмом просто будет позорно нет речь идет серьезно обсуждается вопрос о непризнании Путина легитимным президентом Российской Федерации и об объявлении вот такая странная формулировка немножко но она же на обсуждении все время объявление России государственным спонсором терроризма почему она странная потому что она немножко неуклюжая Россия Российская государственная не спонсор терроризма она самый настоящий просто терроризм но такая юридическая формулировка она внесена в законодательство Соединенных Штатов это обсуждалось еще и два года назад даже я напомню есть резолюция Конгресса призывающая объявить Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству теперь это заявление делает Госдепартамент почему американцы до сих пор этого не делают вот посмотрим решаться у меня сейчас потому что она этот лейбл государственного спонсором терроризма несет очень четкие экономические юридические последствия запрещается всякая торговля с этим государством а вот как ни странно но я напомню по очень серьезным таким позициям эта торговля продолжается в Соединенные Штаты между прочим и и ураном Россия торгуют и алюминием вот уже эти экономические соображения останавливали до последнего времени но еще раз повторю самая основная санкция это тот набор оружия которое должна получать Украина оружие победы и вот ну кроме заявлений официальных лиц таких как адмирала Кирби и вот самого Байдена ну мы понимаем какая группа людей сейчас пишет эти на картонках Байдена и это очень положительно но изменился и тон вот этой которая все время относилась очень критические качественные американской прессе CNN New York Times Washington Post это не Трамп это Трамп это враг откровенный об этом просто не нужно повторять но всегда же к нам достаточно желательно бывает пресса ведь тот месседж который она несла все время он был такой что да конечно мы сочувствуем Украине она жертва агрессии но понимаете они же все равно никогда не смогут победить русских и поэтому давайте подумаем о том как добиться перемирия ограничить конфликт уговорить Украину пойти на уступки в том числе эти реальные и это же сопровождалось вот во время доминирования шутерской операции администрации группы Бернса Селивана неоднократно Бернса приезжал в Киев пытался и Селиван были пытался на нее заказ сейчас этого нету и это нет вот я с большим удовольствием прочел сегодня утром последнюю статью СНН она очень откровенна военные неудачи в Украине в отношении Абдеевки но если раньше после перечисления таких неудач повторялся рефрен ну понимаете они никогда не смогут победить русских поэтому давайте подтолкнем их капитуляции фактически сейчас заключительный рефрен совсем другой мы даже ну там подчеркивается например очень важный фактор что одним из причин успеха в Абдеевке было полное доминирование военной тактической военной авиации России во время битвы и статья заканчивается что необходимо сломать вот эти доминированные военные нужны немедленные поставки всего и военной авиации и ленобойных ракет и противовоздушной обороны и самого элементарного и самого элементарного снарядов иначе это окончится катастрофой не только для Украины но для всего Запада вот это новая тональность вот этой американской прессы ну конечно все эти мои слова сейчас воспринимаются скептически в Украине ну и потому что после этого четырехмесячной паузы поддержки я понимаю какие настроения вот я вчера на одном из российских каналов видел видео своего бывшего коллегу а сейчас я живу только просто предателем Украины Аристоевичем и он сказал одну очень он ввел свою обычную пропагандистскую линию что направленную на то что на ту же линию на капитуляцию Украины но он сказал правильную вещь он сказал что Украине сейчас нарастает такое отношение к Америке что если на улице появятся американцы ему скорее набьют морду но это метафора но вот тем положением тем поведением понимаете можно обвинять конкретных людей Трампа ненавидящих Украину можно обвинять Байдена за правоводщика в течение двух лет но украинец сражающийся на фронте и украинцы под бомбами мирные жители под русскими бомбами они не хотят в этом разбираться они видят что Америка не выполняет свои обязанности лидера свободного мира что это за союзник Украина два года защищает весь Запад от Путина Вы же помните что Путин начал войну не с Украиной он начал ее с Западом и ультиматумом НАТО убирайтесь вон туда вот на линию Баты в Дагашвили или вы столкнетесь с такими проблемами которые никогда не были в вашей тысячелетней истории и если бы он тогда победил осуществился его план взять за все дни Киев а такой прогноз сдавала американская разведка то он бы в ореоле для победы размахивая своей ядерной иудой встал бы на границе Польши Балтий повторил эту угрозу и слушайте мы помним состояние Запада того и его состояние сегодня и скорее всего Запад отступил под эту угрозу Украина уже спасла весь Запад от этой от этой трагедии Запада так требуются элементарные союзнические обязательства между прочим вот эти слова которые я сейчас произношу и которые я произношу два года вот я с большим удовольствием читаю их все больше вот в американской ведущей прессии слышу в заявлениях ведущих политиков и западных и вот политиков сегодняшней Владимирской инистрации мне кажется вот пилилом все-таки он происходит он происходит пилилом и мы когда конгресс вернется из этого позорного своего отпуска помощь было бы финансовая закон финансовой помощи будет но это не самое важное даже дело не в финансах Европа готова оказывать финансовую помощь и оказывает сейчас и большие страны передают и Германия и Франции и Норвегия все время напоминает что суверенный фонд Норвегия это был триллион долларов и не только напоминает о своих деньгах но передало 11 Нессенс Нессенс это система обороны эквивалентной Петрио мы здесь в Вашингтоне между прочим нас защищают Нессенс а не Петрио дело не в деньгах дело в политической решимости американского руководства которое одно способно передать тот набор вооружений и достаточно быстро которое Европа сегодня не может ну по поводу каникул вы сейчас заговорили действительно Джо Байден он уже призывает скорее вернуться их с каникул и говорит что он с Джонсоном готов встретиться чтобы лично поговорить его переубедить и знаю что в палате представителей США предлагают еще один закон альтернативный о помощи Украине это республиканец господин Фитцпатрик и демократ Джаред Голден они призывают коллег поддержать альтернативную версию закона и настаивают на срочном выделении денег Киеву но пока нету каких-то подробностей в чем заключается эта альтернатива как думаете что могли бы эти господа предложить нет этот закон уже есть на бумаге то есть сейчас есть два варианта решения первый вариант который на ходу это который продвигали с самого начала лидеры демократов республиканцев в Сенате Минч Макконов лидер республиканцев и Шумер лидер демократов после провала позорного закона в Сенате как раз о компромисе который включал и помощь Украине и Израилю и решение вопроса границы компромисс был разработан вместе республиканцами и демократами потому что формально республиканцы никогда не отказывались от помощи Украине они говорили тогда что мы да за помощь но просто хотим подпользоваться этой возможностью что наши друзья демократы и пошли нам на встречу с границей им пошли на встречу и был подготовлен закон который решал в пользу республиканцев практически все вопросы на границе и включал вот этот пакет помощи Израилю и Украине он должен был проголосован 8 числа и вот в этот момент Трамп отдал распоряжение запуганным республиканцам ну прежде всего Джонсону которого явно сказали что если ты поставишь в палате вопрос о помощи Украины через 3 часа мы тебя снимем со спикера Парвата и Трамп цинично заявил что во-первых нам не нужен компромисс по границе чем хуже дела на границе тем нам лучше в избирательной кампании мы это все смотрим на бар и нам не нужна помощь Украине то есть были сброшены все маски что мы вас за помощь Украине и все это но это вызвало обратную реакцию уже на следующий день вот этот законопроект был предложен Шумером и Макконовым но и второе что важно вот я вам говорил об изменившейся позиции Европы об изменившейся позиции внутри Байденской инистрации но не менее важно изменяющаяся позиция республиканцев вот 9 числа уже 20 республиканцев все в Сенате из 50 проголосовали за этот новый закон он получил 70 голосов и теперь он представлен представлен в палату там нет ничего границы там осталась только помощь в тех же масштабах там 64 миллиарда Украины там около 16 миллиардов Израиля вот Джонсон трусливо распустил 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 палату на каникул потому что ведь они же не скрывали республиканцы они сами говорили что самая главная задача в палате ни в коем случае не ставить закон на голосование потому что конечно он будет принят потому что значительная часть республиканцев она выступает за помощь Украине выступает против только самые верные сторонники сторонники Трампа закон который принят Сенатом с подачи Шумера и Маккона он предусматривает так называемую специальную процедуру десчач десчач опротин которая не требует не требует санкции Джонсона для начала голосования и поэтому единственным шагом предупредить предотвратить принятие закона была отправка палаты на каникулы но вот пока палата не вернулась кроме вот этого первой возможности появилась вторая альтернативная о которой вы говорили все-таки поддерживающий сейчас помощь Украины растет и они проваленному 8 числа представив новый закон где та же помощь Украине и Израиле плюс все-таки снова положение по границе согласованное вместе с бурканцами и демократами вот я не знаю каком какым именно инструментом воспользуется конгресс каникулы но общая обстановка вот которую я процитировал высказывание американских политиков и европейских общая обстановка заключается в том что конечно финансирование будет принято но вопрос сейчас уже не в финансировании еще раз повторю деньги мы нашлись в Европе вопрос стоит сейчас в немедленном наполнении пакета вооружений оружием победы оружием победы это необходимо в том числе что стоит и реальная угроза победы Трампа на выборах а то что будет это Трамп не скрывает свое отношение к Украине не скрывает свое отношение к НАТО не скрывает своих наоборот подчеркивает каждый раз свои дружеские отношения с Путиным и реальный сценарий я его описал в своей статье банджурский кандидат можете почитать на украинском на английском на русском первые шаги Трампа если он победит на выборах после 21 января 2025 года когда он влезет в Белый дом это прекращение помощи Украины это заявление о выходе из НАТО и это встреча с Путиным на которой он как нам гордится 12 часов решит проблему Украины это поняли сейчас в Америке и в Европе вот это движение в одном направлении те республиканцы которые выступают за принятие закона эти республиканцы они же и будут выступать внутри республиканской партии категорически против избирания Трампа и вот эта борьба внутри республиканской партии она не закончена она не закончена и я считаю идеальным кандидатом не только я считаю а все опросы американского общественного мнения показывают что наиболее востребным кандидатом на форс-президента является Ники Хэри слушайте она выигрывает по опросам у Байдена 17 процентов а Трамп выигрывает у Байдена сейчас 5 процентов потому что некий более востребный кандидат независимыми демократами но почему ей трудно почему она пока отстает в прамере прамере это искаженная характеристика предпочтения избирателей вот я я привел цифры которая показывает что она большинство имеет на общеамериканской выборке а прамере это даже не республиканская выборка прамере ходит наиболее ангажированный андрей да прошу прощения вынужден вас прервать должны передавать слово коллегам очень хотелось бы чтобы вот эти угрозы которые случатся в случае победы Трампа так и оставались только теоретическими угрозами о которых мы будем говорить в эфире спасибо вам большое за то что вы присоединились к нашему эфиру спасибо большое за экспертное мнение Андрей Пианковский политолог и публицист был с нами на связи спасибо за субтитры спасибо за просмотр